всем привет на канале настольный хаос сегодня мы поговорим про банду демонов дзинча для вархаммер андерволд сезона вирт холлоу банда эфилима начнем с общей обилочки доступная всем бойцам данной банды за дубль выберите другого дружественного бойца с рунной меткой эфилима пределах 12 дюймов от этого бойца который использует обилку и соответственно поменяйте их местами но расставьте их в пределах трех дюймов от того места где соответственно они стояли то есть мы таким образом можем телепортировать друг относительно друга двух юнитов так еще их немножко подвигать в пределах трех дюймов это очень прикольная на самом деле обилка которая дает нам некое тактическое преимущество особенно плане того чтобы подкинуть нашу рыбу которая может нанести много урона но рыбе чуть побольше подальше начнем рассмотрение нашей банды с нашего лидера это стандартный динчатский динчатский маг 145 очков четвертому в третьей стойкости 18 жизни магическое у него дальность 372 куба 4 силы с уроном 36 все-таки как бы динчат и хорошей магией и у них поэтому четвертая сила не третий как у большинства посохом он бьет дальность 233 атаки третьей силы с уроном 13 то есть не то чтобы сильно за квад есть обилка ну такая же как наверное у всех вампиров дан он может воскресить одного битва бойца и соответственно убитого на в любом месте на поле боя и воскресить его в пределах трех дюймов от себя вроде казалось бы квад дорого но когда мы опять же будем рассматривать рыбу которая тут очень сильно дамажит и ее можно соответственно воскресить вот это выглядит очень скажем мощно ну и предлагаю прийти к рассмотрению данной рыбы это у нас спаун мау 105 очков 5 мув 3 стойкость 12 жизни вроде не такой выдающийся профиль дальность атаки 2 дюйма 3 атаки четвертой силой с уроном 24 вроде казалось бы ну да сильно бьет но у этой штуки есть офигительная билка за триплет дающие прибавляющие две атаки и две силы на следующее атакующее действие а также 2 на критический урон это получается 5 атак 6 силой с уроном 26 а вот этим уже нужно загрызть практически любого юнита если вы хорошо киньте кубы и таким образом со стандартным дублем мы можем заменить любого юнита на поле боя ну поменять местами до соответственно того юнита и вот эту вот штуку и что придает ей еще больше мобильности по полю и соответственно это делает квад лидера юзабельным только в отношении данной миниатюры поскольку все остальные но слабенькие их нет смысла наверно воскрешать следующий юнит который у нас имеет свою собственную белку это что то среднее между пинком и блю хоррором 70 очков 4 мув 3 стойкость 10 жизни то есть он достаточно еще живученький с рунной меткой флая профиль атаки у него одна атака 4 силы с уроном 36 ну как бы у него даже 4 силы несмотря на свой да скажем так размер и очень и очень неплохой урон но всего к сожалению один куб у него соответственно обилка за дуплет выберите вражеского бойца в пределах 6 дюймов и соответственно его можно подвигать свою сторону на количество дюймов равное характеристике движения этого бойца то есть он условно как бы прыгает в нашу сторону так можно кого-то подтянуть засунуть в хтх либо наоборот вытащить из хтх либо скинуть с четверти если мы играем на четверти то есть ну а белка очень прикольная но юнит достаточно слабенький мы будем объективно у нас очень офигенской обычный дубль трипл и квад и скорее всего на этого парня у нас просто не будет хватать и белок и последние оставшиеся наши два юнита это козел немножко мутирувший 95 очков 4 мув 3 стойкость 12 жизней 3 атаки 2 силы с уроном 13 в ближнем бою но у него есть соответственно магическая так дальность 312 тремя кубами 2 силой с уроном 12 вроде как постреляет далеко но слабенько и еще один нас скажем так какой-то пятирукий хоррор 55 очков 4 мув 1 стойкость 6 жизни то есть у нас врачи практически не живет ближний бой 2 атаки первой силы с уроном 12 а вот дальний бой очень интересный магическая так у него 365 атак первой силы с уроном 11 как бы а так много урон маленький но что-то такое плющиеся там где-то из из-за угла выглядит как-то смешно но стоит в то же время интересно как бы ну и на этом у все бойцы закончились суммарно это банда где-то в 470 очков но это достаточно мало относительно других банд андерволда какие-то общие впечатления по банде обилки здесь очень прикольные очень интересные помимо доступных новых обилок им доступно очень много белок из базового листа но банду целиком наверное использовать очень сомнительная история а вот брать лидера и собаку в перемешке с пинками и блюшками возможно да будет даже прикольно то есть пинки у нас постреливают за свои реакции разваливаются на блюшек соответственно вот это наша рыба она подбегает и кого-то додамаживает либо вдамаживает кого-то пинки достреливают этого юнита ну и возможно для того чтобы использование дубль на телепортацию возможно можно взять еще не скажем так рыбу который подтягивает к себе за счет того чтобы иметь доступ к белке два оставшихся это наш козел и парнишка за 55 очков очень выглядит как-то смутно я даже не представляю ситуации которых можно их разыграть этой не исключение если вы играете против толпы каких-то я не знаю городов сигмара и если у них там ростер тупо на фанатиков может быть тогда что-то там и можно будет настрелять а так это очень сомнительно в целом у банды прикольные белки и которых хотелось бы попробовать на поле но у банды очень сомнительный визуал я думаю не всем зайдут некоторые юниты из этой банды